Сегодня же депутаты Госсовета вновь вернулись к уточнению бюджета этого года. Оно уже третье по счету. О том, как изменятся статьи расходов и доходов, докладывал министр финансов Михаил Ноздряков. Но страсти накалялись уже после его выступления, во время обсуждения поправок в бюджет. Главе Минфина пришлось буквально проявить все мастерство оратора, чтобы ответить на острые вопросы депутатов. А на некоторые несколько раз. Ольга Григорьева подробнее. Бюджет уточняется в третий раз. Подобные корректировки бюджета глава Минфина Михаил Ноздряков прогнозировал еще в начале года. На этот раз доходы и расходы предложено увеличить более чем на 597 миллионов рублей. Все за счет дополнительных поступлений из бюджета в других уровней. К примеру, из федеральной казны продолжают поступать средства на модернизацию здравоохранения. В частности, 145,8 миллионов на продолжение и завершение реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения. Для сведений хочу сказать, что с учетом данной суммы 145,8 миллиона, общая сумма за два года, 2011-2012 год, из федерального бюджета, конкретно из федерального фонда обязательного медстрахования, у нас составит 2 миллиарда 885,1 миллиона рублей. И в целом программа модернизации здравоохранения за два года за счет всех источников 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Дополнительные поступления – это еще и львиная доля денег на оплату жилищно-коммунальных услуг федеральным льготникам. На это направят более 288 миллионов рублей. А еще покупка жилья молодым семьям по федеральной программе «Жилище», ветеранам, ЕДВ-медработникам, лекарства отдельным гражданам, приобретение пяти автобусов и пяти троллейбусов, лесопожарные техники и оборудование, выплата стипендий и поддержка АПК. Словом, цифры бюджета меняются, а социальный ориентир остается. Плюсов названо предостаточно, а вот среди минусов – сокращение безвозмездных поступлений из федерального бюджета. По большей части – на региональные программы развития сельского хозяйства, не утвержденные Минсельхозом. Вместо планируемых – свыше 283 миллионов, одобрено чуть больше 27 миллионов. Но общий объем поддержки АПК не снижается, заверил министр, и даже увеличивается за счет усилий республики. Правда, депутат Николай Ванеркин считает, что около 2 миллиардов на имеющуюся в республике хозяйство получается маловато. Если, например, поделить эти деньги, 2 миллиарда рублей на эти 3,5 тысячи предприятий, ну, практически получится, ну, просто получится бжик, ничего нет. Практически они ничего не получили. Я вот, например, как проработавший в сельском хозяйстве, я бы предложил именно нашему правительству, вот, например, вот, все-таки этой аэризольной поддержкой не заниматься, вот, именно выделять деньги, вот, например, именно выделять тем сельскохозяйственным предприятиям, тем руководителям, которые сегодня могут это делать, то есть доказали себя в работе, что то, что они умеют деньгами еще и пользоваться. Ну, таких предприятий я примерно посчитал, у нас в республике не так-то и много. Если взять, например, по каждому району, это 2-3 хозяйства, ну, 3-4. Интересные термины – бжик и аэризольная поддержка. Я думаю, не буду комментировать, но я думаю, что сообщество руководителей достаточно представительного агропромышленного комплекса должно обсудить, если есть конкретные. Я так понимаю, что по общей сумме 2 миллиарда вы не возражаете, но если есть предложение по перераспределению форм поддержки, я думаю, что с точки зрения эффективности у вас будет возможность это обсудить. Премии сегодня были подобны дуэли. Выпад за выпадом. Депутаты интересовались у министра повышением зарплат чиновников. Михаил Ноздряков напомнил о росте заработных плат всем бюджетникам, в том числе и чиновникам. И здесь мы вторые с конца в России, пояснил глава Минфина. А уже позже парировал цифрами по увеличению расходов на нужды Госсовета. Ну и, пожалуй, жаркие дискуссии развернулись вокруг покупки автомобилей премиум-класса – фаэтонов, а также микроавтобуса «Тойота» для парк-администрации главы Чувашии. На это потребуется свыше 10 миллионов рублей. Мы доводим до вашего сведения, что нормативы по медицинским машинам, машинам скорой помощи в Щебоксарах не выполнены. У нас их сегодня 29 автомобилей, а по нормативам, которые существуют, у нас до 44-45. Вот эти деньги выделить на приобретение вот этих автомобилей. Что касается скорых, в республику уже начали поступать реанимобили. Недавно их презентовали в Канаше, сегодня выгружали в Чебоксарах. Всего ожидается 49 специализированных автомобилей на сумму около 150 миллионов рублей. Что касается автопарка-администрации, 60% – это машины 2006 года и старше. Затраты на их содержание неоправданные, пояснил Михаил Назряков. Лучше купить новое авто. Между тем, автобаза обслуживает как администрацию главы, так и депутатов и делегации. Ну, во-первых, у нас есть средства безвозмездного гранта, которые получены за эффективную деятельность органов исполнительной власти. И порядка 150 миллионов достигнута экономия по эффективному управлению государственным долгом. То есть мы не увеличиваем объем затрат, а используем ту экономию, которая достигнута, ну, скажем так, работой. Я уже не говорю о тех аргументах, которые, в общем-то, в интернете присутствовали, в части имиджа республики, безопасности тех лиц, которые приезжают, и тех требований, которые выдвигаются, когда приезжают официальные делегации. Полтора часа продолжались прения, но в итоге депутаты, наговорившись, приняли изменения в бюджет. После этого третьего уточнения параметры бюджета следующие. Доходы более 32 миллиардов 507 миллионов рублей. Расходы свыше 36 миллиардов 700 миллионов. Бюджет с дефицитом более чем 4 миллиарда 192 миллиона рублей. Ольга Григорьева, Андрей Спиридонов, Республика.